на библейский портал экзегет пришел вопрос у святых отцов много внимания уделяется тому что не нужно верить себе а в чем это неверие самому себе заключается вот интересный вопрос и ответ на него может быть неоднозначным конечно для того чтобы верить господу надо верить и своим чувствам и надо верить в известном смысле надо верить себе верить себе в каком смысле верить себе в том смысле что мы каждый из нас это образ и подобия божия и созданы именно по образу и подобию Божиему. Если вот эта вера в себя как в образ и подобие Божие в нас присутствует, мы таким образом связываемся с самим Богом, связываем свою природу, свою душу и стремимся к Господу. И эта вера в себя, она на самом деле для нас действительно очень важна. Но в каком же смысле святые отцы говорят о том, что не надо верить себе. Не надо верить себе в очень простом смысле. Не надо верить своей падшей человеческой натуре. Иногда бывает так, что нас обдержит какой-то грех. Причем очень часто бывает, что это грех навязчивый, что он превратился уже в страсть, от которой нам сложно избавиться. Самый простой вариант это, ну допустим, чревоугодие, обжорство. Сколько людей борется с этим грехом. Некоторые даже не называют его грехом, некоторые из людей, которые борются с ним, даже и не верующие. Но прекрасно все знают, насколько трудно бороться с этим грехом, человеком, человеку, который одержим этим грехом. И вот на этом пути борьбы с грехом наступает какое-то затишье. Человек или потрудился, либо постарался очень серьезно и добился даже каких-то результатов в борьбе с этим грехом. И тут он поверил себе. Он сказал, да, я чего-то достиг, наверное, теперь у меня уже будет все хорошо, и я буду человеком воздержанным. И вес уменьшится, и все будет у меня хорошо. И замечено очень многими людьми, и в особенности, конечно, людьми, которые наблюдают за собой, а это святые люди, что как только человек сказал себе, я наконец поборол в себе эту страсть. Вот самый простой вариант — это страсть объедения, страсть чревоугодия или любая другая страсть. И поверил вдруг себе. На следующий день недалеко от этого вот этого самой уверенности на следующий день приходит с утроенной силой та же самая страсть. Конечно, те люди, которые пытались бороться с любой страстью, не только чревоугодия, прекрасно этот феномен знают. И вот в этом смысле, конечно, никогда не нужно доверять себе. А кому же тогда верить? А верить нужно только Богу. Всякий дар совершен свыше ей, сходя ей от Отца Светов, то есть от самого Бога. Бог даст — все будет. Бог не даст — вот хоть разбейся, ничего ты не получишь. Нужно верить Богу, и Господь всегда даст нам все полезное для жизни. А бороться с грехом можно, борясь только с тем существом, которое эти грехи нам навевают, то есть с самим дьяволом, с сатаной. И борьба с ним без помощи Божией бессмысленна. Так что, борясь с любым грехом, нужно не быть самоуверенным и не верить самому себе, своей падшей человеческой природе, но верить только Богу и Его всемогущей силе. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok